И офицер, он не только писатель, и историк. Вот у него есть книжка, прям одним словом называется. Там хорошо, как историк написал, и Олеги, и Олеги, и так далее. Так вот он пишет, что в те времена быть побратимым это было значимо, чем брат по крови в семье. Почему? Потому что эти два товарища, два побратима связаны именно кровью на поле брания. Там у него в статье есть еще такая фраза. Русичи с тюрками всегда ходили вместе на общего врага, аж до Ямайки. И поэтому смысл вот этой всей статьи, она примечательно названа «Любить Россию непогоды», состоит в том, чтобы тюрки и русичи навечно были друзьями. Вот, пожалуйста. Спасибо. Так вот, еще, значит, давайте тоже еще конкретное дело сделаем. Значит, вот мы пока что здесь все собрались. Вот зашел вопрос о Куликовской битве. Вот давайте мы в хором обратимся, значит, все вместе, значит, в нашей Государственной Думе, да, чтобы они изменили формулировку этого закона о Куликовской битве. И кто за это предложение просил? Я посидел на глаз. Кто против? Нет. Против нет, да. Ну, вот, прилип на глаз. Таким образом мы можем официально обратиться к Государственной Думе для того, чтобы они этот вопрос решили. А теперь я представляю слово, слово нашим кулыгским братьям. Можно вас попросить? Вот, у нас есть Комуклар. Кстати говоря, вот вопрос тоже, вот, они не являются представителями Кимакского государства. Активист Московской комиксер. Добрый вечер. Я, к сожалению, не владею родным языком к стилю, поэтому обращусь по-русски. Тамерлан, Московская комиксер, организация Комуклар. Пришли по приглашению Гайарбея. Пришли по приглашению Гайарбея по поводу общих татарско-кумыкских связей. Насколько я знаю, одна из главных артисток Кумыкского театра татарка, она более 50 лет работает в Кумыкском театре. Наша гордость и знаменитость сейчас, к сожалению, неожиданно меня позвали сюда, я не вспомню имя, но это известная артистка. Также наши просветители кумыкские ездили в Казань, публиковали свои первые книги и газеты кумыкские в Казани, в типографиях казанских, потому что Казань была центром тюрков России, Российской империи. Поэтому у нас достаточно длительные культурные связи. Я надеюсь, мы в дальнейшем будем поддерживать их, развивать. Обязательно. Не делиться на кучки, объединяться, работать над этим в разных сферах, областях. Большое спасибо, что пригласили нас. Это очень активная молодежь у нас в Кумыкском. Если бы вы видели, какой они здесь провели вечер, прям пример для татарова. Нам тоже надо такую молодежь собирать и как-то их вдохновлять на более высокие дела. Так, и кто еще у нас желает выступить? Да, пожалуйста, пожалуйста. Что? Представьтесь, пожалуйста. Ну, Алиса Еврагинка, вы так представите. Вот, я бы хотела сказать благодарность автору, любым авторам, и книг, и фильмов, и всех, кто прославляет собственный народ, и это очень радостно. И мне хотелось бы всем нам пожелать быть дружелюбнее, потому что все-таки как-то мы не умеем друг друга поддержать, хочется всегда как-то кольнуть. И хотелось бы сказать, вот, татары всех стран, давайте объединяться, как-то любить, уважать и ценить вот хотя бы тех людей, которые несут благородные, светлые цели хотя бы о собственном народе. А наша цель поддержать их, и я думаю, это будет очень благородно и очень хорошо. Рахбат. АПЛОДИСМЕНТЫ Остается еще, значит, 25 минут. Да, кто еще хочет высказаться? А? А, он, вот, сейчас, одну секунду, потом. Вот у нас история. Гаяс, и... АПЛОДИСМЕНТЫ Добрый вечер. Мне, как профессиональному ученому, очень сложно иногда присутствовать на наших татарских вечерах. Слушая наших разных выступающих, некоторые их выступления сказочно правильные. Но, 10%, иногда 20%, иногда 30%, когда ты слушаешь их, как ученый, у тебя выступают слезы и боль, потому что нельзя соединять нельзя соединять золото, я плохо говорю про татарские, я приношу всем изменения, нельзя соединять Алтын с Богом. Вот, я хотел бы объяснить, почему я хотел бы это сказать. У меня очень отвратительное отношение с Гаяровым и с его супругой. Но его супруга встала и задала очень правильный вопрос о нашей западной части татарской нации. И молодой человек также задал о нашей западной части. Но, к сожалению, автор в силу того, что у него нет такой возможности не потому, что он не хочет, а потому, что у него нет такой возможности работать с этими документами. Я посвятил 36 лет своей жизни работе именно с нашими татарскими документами из архивов Ватикана, Адольфа Гитлера и Наполеона. Я посвятил этому всю свою жизнь. И что бы мне хотелось сказать. Было два прото-татарских государства. Супруга Гаяра и молодой человек задал этот вопрос. У нас именно два государства. И впоследствии нас, как Бисмарк, соединил Германию сталью и кровью, так же и мы были соединены. Казанские татары, в силу, мне бы не хотелось, я скажу вам правду, есть такое понятие, как самоцензура. И я вынужден сейчас использовать самоцензуру. Правильное государство. Вовсе не Булгарская Булгария. Не Волгская Булгария, а она правильно называлась «The Great Kamer of Bulgarian State». Великая Волгогамская Булгария. Но казанские татары всегда боялись правильно ее называть. По очень многим причинам. А наше государство в западной части, половецко-хазарское, называлось Кумания. В западном варианте, а на нашем языке – Кыпчак и Ле. И когда два наших прото-татарских государства – Великая Идильско-Камская Булгария и Кыпчак и Ле, или на романских языках Кумания. А сейчас это очень опасная тема. И ее пробуют поднимать. Мы с вами собрались. В стране, которая практически находится в очень сложном положении. Имеется в виду сложности в так называемой Новороссии. А знаете ли вы, что в 1918 году, когда Украина произведала свою независимость, эта страна получила наше название, старое название – половецкая страна. И недавно украинские фашисты открыто сказали, что они будут называть эту территорию страной половцев. А тогда, когда они станут людьми, они обратно станут пункрами. И это наша страна. На татарском языке – Кыпчак и Ле, на всех романских языках – португальском, испанском, каталонском, французском, итальянском и румынском – Кумания. На русском языке – это страна половцев. Но русские, украинцы и белорусы взяли это название не из моих мозгов, а это наше название западными славянскими народами, западными славянскими языками – поляками, словаками и чехами. И маленьким сербским, маленьким славянским меньшинством – сорвы, которые живут в Германии. Или другое у него название – лужицкие сервы. И это наша страна. Тогда, когда, автор правильно сказал, только в одной области. До принятия двух других религий, у нас была своя религия и западная часть татарской политической нации, половинско-казарская, трикультурно, а восточная, булгарская часть, единой татарской политической нации, двукультурно. Казанский татар, у них есть своя, наша общая татарская религия. Но потом они приняли ислам. Нет арабов, это ложь. Они приняли ислам сами. Ибн Фадлан приехал только, чтобы засвидетельствовать принятие религии. Почему нужно было это получить? Потому что нации не признавались, если они на государственном уровне не приняли религию. И Ибн Фадлан прибыл, и наш руководитель официально сообщил, булгарской части, и простите меня, булгарской части единой татарской политической нации, принял решение, что они принимают ислам. Но они приняли ислам. Вовсе не тогда, когда приехал Ибн Фадлан. Они приняли ислам в восьмом веке. И тогда, когда началась монгольская агрессия, мы приняли западную часть, половинско-казарской части, единой татарской политической нации, Ислам от булгарской части. И поэтому наш половецко-хазарский ислам более национален, более даже националистический, потому что у нас нет арабских и персидских заимствований. И самые страшные наговоры и клевета на нас была в Европе. Как вы думаете от того? От арабов и персов. Мы были для них главные конкуренты. И самое страшное зло, которое нам причиняли в Европе, это было от арабов и персов. И сейчас все эти документы, которые есть, они сохранились. Абсолютно ни один документ не уничтожен. Когда мы были захвачены, казанско-булгарской части, половецко-хазарской части больше повезло. Их не продавали в рабы. Только нашу половецко-хазарскую часть продавали в рабы. И мы попали на территорию современного Египта. Все эти рабские рынки принадлежали вовсе не арабам. Они принадлежали одному этническому меньшинству. И самую большую прибыль получало одно этническое меньшинство, которое занималось аработорговой. Сейчас они все орут, что мусульмане торговали людьми. На самом деле это не правда. Это делало одно этническое меньшинство. Номина сонтрадиоза. Я не буду называть именно. Все сидящие здесь татары поймут, что я имею в виду. Я так, наверное, надеюсь. Так вот, когда нас туда привозили в качестве рабов, нас продавали в качестве рабов на территории современного Египта. Мы, западная часть половецко-хазарской, подняли восстание, убили египетского султана и провозгласили мамлюкский султанат. Все наши документы издавались на двух языках. На нашем, на татарском и на арабском. И он имел три названия. Златаргинско-Египетский, Кипчако-Египетский и Татарский-Египетский. И все эти документы сохранились. Ни один документ не был уничтожен тогда. И мы, вылезенные как рабы туда, нам было неприятно, что наша родина оккупирована. И у нас были восстания. Но мы не могли на территории своей этнической части помогать друг другу. И тогда наши правители и наши войска на территории современного Египта посылали нам секретные войска и деньги. И мы сначала делали восстания. Но потом монгол было немного. Они растворились среди нас. И получилось два татарских государства. То, что на территории страны, в которой мы с вами живем. И мамлюкский султанат, где было два языка. Наш татарский и арабский. И сложилось две татарские королевские династии. И они между собой матримониально были связаны. И все правители Египта, все короли и королевы Египта были только татарского происхождения. И нужно было уничтожить два протататарских государства. Сначала у нас отняли морской шелковый путь из территории современного Юго-Восточной Азии. Где мы, нам, татарам, принадлежали все, что самое большое богатство было в средних веках. Торговля специями. И нужно было у татар отнять деньги. Не может быть духовной независимости без экономической. Нас задушили двумя способами. Уничтожив наш морской путь шелковый и специей. И также шелковый путь. Нужно было уничтожить наше богатство. Что они сделали? Автор в своей книге неправильно сказал о Хадже Тархан. Хаджа Тархан. Это не... Сейчас это Астрахань. А правильно. Династия была создана не мужиком. Но, простите, я скажу, о Бабахе. Династия Астраханьская была создана женщиной. И поэтому она называлась Хаджи Ятархан. И они уничтожили Хаджи Ятархан. И тем самым они разрезали наше единое татарское государство. А потом также они уничтожили наш татарский военно-морской флот. Где? На территории современной Эль-Треи. Сейчас секретнейшие подводные лодки трех стран. Двух стран, которые специализируются в самом маленьком. Это кто? Это Китайская республика на Тайване и Израиль. Израильские, тайваньские подводные лодки находятся на нашей военно-морской базе. На территории современной Эль-Треи. А конкурент крупнейшей подводной лодки континентального Китая. Потом, захватив эту территорию, это стала военно-морская база итальянского военно-морского флота. А потом ее захватили американцы, договорившись с Этиопией, которая захватила Эритрею, часть итальянской короны. А потом там была советская военно-морская база. Во время Советского Союза мы очень интересовались этим. А сейчас оттуда достаются наши богатства. Знаете ли вы, что только нам принадлежит секрет? Весь военно-морской флот мамлюкского султаната существовал только из татар. И наш секрет – одежда, которая не намокает. И сейчас огромнейшее количество израильских, тайваньских и китайских подводных лодок ищет нашу ткань, которая не намокает. Секрет никому не передан. Наших баб отсюда привозили кали эту ткань. И татарские адмиралы военно-морского флота Египта и солдаты, матросы носили эту ткань. Кто входил в мамлюкский султанат? Территория современного Египта. Весь Судан, теперь он разделен пополам. Северный Судан и Западный Судан. Территория Эритреи и кусок Сомали. А на территории Азии, Синайский полуостров, весь Израиль, тогда, конечно, не было Ливан, Сирия, Ирак. Весь Кувейт и 5% территории современного Ирана. И вся территория, примыкающая к Красному морю, к современной Саудовской Аравии. И поэтому это море называлось Татарским внутренним морем. И именно там мы владели всеми священными городами в области ислама. И вот уничтожил нас там во время Сберзии. Потом там же был уничтожен шелковый путь. И мы потеряли экономику, деньги. А если вы без денег, вы ничего не можете сделать. И сейчас то же самое. Почему воруют нашу историю? Потому что наша история, в чем мы опасны? Татары не бьют, не курят. И татары, вот мы с вами собрались здесь, но рядом с мамой, здесь недалеко, есть музей театрального искусства. Знаете ли вы о том, что было специальное подразделение цензуры? И ни разу, нет, слышите, ни разу, ни один татарский театр не был запрещен с точки зрения нравственности. Ни разу татарский режиссер не ставил спектакли по педерастии и лесбиянству. У татар этого не было. И они были запрещены только у русских и у евреев. Самое большое количество было запрещено этих спектаклей у русских и евреев. Из ста спектаклей, которые запрещала царская цензура у жидов, 95 было победе расти и лесбиянству. Я приношу вам изменения. Может быть, я некоторые вещи неправильно сказал, но мне вот очень не понравилось, что некоторые вещи. И мне очень не понравилась наша Вахмед Сатара. Вот, ну, многие мне не нравятся, потому что они говорят на 70-80%, даже на 90% хорошо, а на 5-10% говно. И это убивает всех нас, независимо от того, министр ли это, бизнесмен или золотарик. Каждый должен заниматься своим делом, своим. Виктор Рахмед. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 А, нас хазрят. Да, вот как раз время к второму приближается у нас. Только с минуткой, а вот. АПЛОДИСМЕНТЫ МОРГИСГОЛАЙ, РАХМЕД. МОРГИСГОЛАЙ, РАХМЕД. МОРГИСГОЛАЙ, РАХМЕД. По-русски буду говорить так. То, что сейчас слушал я много, именно пришел к общему виду, размышляю, что воистину. И историю изучаю, что мы, русские татары, это единый народ. Потому что, если по религии истории изучать, мы все произошли, если смотреть древо пророков, мы, народ, славяне и турки, произошли от сына пророка Ноя Яфаса. Вот именно на этой территории, это наша родина, корни наши, и русские, и татары. И мы отличаемся особенностью. У нас есть дух, великий дух, человеческий, который Всевышний даровал нам. Это дух патриотизма. У нас этого не отнять. Тысячелетиями мы несли это семейные ценности, почитание предков своих. И это показалось 9 мая, когда бессмертный полк, полные улицы Горького, полные народа, пошли с памятью своих, которые погибли на битвах. Вот остались пролитые крови. И вот они понесли это своих предков на руках. Вот это показал дух нашего великого народа. Враги думали, что этого не будет. Думали, что мы насаждаем их западными ценностями. Хотят нас сделать маргиналом, чтобы забыли мы предков своих, не посещали их могилы. Не собирались на мажоресе. Но этого не случилось. А врагам показалось это огромная сила у этого великого народа. Это дух патриотизма. Это показалось 9 мая. Там были и татар много, и русские, которые несли своих предков на фотографиях, которые погибли на этой страшной, великой, священной войне. И с наступающим рамаганом. Высал Атарова примет ваши благие деяния, ваш пост. Только после этой дате это великое поклонение. Я глубоко благодарю нашему маму за то, что он вспомнил о этой великой дате 9 мая. Я вот помню, у нас есть фильм «Бессмертный бог». Когда татары Москвы прошлись по улице Москвы под татарским флагом. И вот сидящий здесь поэт Ахмед Сатар читал стихи, которым этим стихам рукоплескали не только татары, но и все москвичи. Потому что он великолепно их прочел на этих улицах. Народ был удушевлен. И все гордились, что рядом с ним идут татары. И вот в следующем году, наверное, мы тоже эту традицию продолжим. Обязательно. Ну, а теперь уже у нас остается до Эфтара 5 минут. Наверное, на этом мы нашу встречу закончим. Или что-то сходите сказать? Так, ну, большое спасибо всем, кто пришел. Вот. А сейчас уже вот у нас скоро начнется, значит, Эфтар. Вот. Всем спасибо. Да, хочу сказать спасибо тем, кто помогал нашим. Это Василий Валитов, вот нам представил колонки. Надир. Надир, который доставал вот этот проектор, к сожалению, не сработал. Да. Вот. Потом Шамилю спасибо, который снимал один Шамиль. Второй Шамиль снимал. Писатель Зор Рахметцезгя. Ну, и главное, спасибо организаторам нашей встречи. Вот. Писатель Калиникею, Ренату Ингуразову, вот, который, не знаю, отошел здесь вот то же самое. Всем им большое спасибо. Ну, и до новых встреч. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Значит, друзья мои, 24-го года мы собираемся на автобусе ехать на экскурсию в Нижегородскую область. Красноктябрьский район по памятным местам, потому что, на самом деле, там действительно есть много чего посмотреть, много чего рассказывать. Вот. 24-го в пятницу, по-моему, получается, вечером мы хотим трогаться здесь, в Москве. Ну, там определимся, скорее всего, шоссе энтузиастов в метро. Оттуда 23.00. И утром мы там в Урасовке. Ну, и там будем, значит, специально подготовленная программа, памятные места. Там, если я еще раз повторяю, есть о чем много говорить, есть о чем еще посмотреть. Вот. В субботу, в воскресенье, ну, находимся там. И в воскресенье вечером, в 6 вечера отправляемся уже в Москву. Как бы в понедельник открыть у метро, чтобы мы успели быть в Москве. Значит, стоимость всего этого будет где-то 4.800. Вот мы составили с ночевкой, с кормлением там, с питанием, со всеми делами. Потому что там будет национальный стол и вообще. Программа интересная, очень интересная программа. Заезды там в Рыбушкино, Яндовище, где вот мечети, когда они закрывались, Рыбушкино. Вот. Памятник Медяны и мечеть очень красивый, кровеческий музей там. Поэтому, если не будет желания, пожалуйста, кайра в Юга, обращайтесь и записывайтесь. Да, подробности будут опубликованы в интернете на сайте mtss.ru, а также в фейсбуке и на сайте региональной Татарской автономии. А что, давайте, Рякин и Тагич. Так, уфли срываем. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Женщин брали из финно-угров, татары, то угры там есть кровь, пожалуйста, ну такой народ татар был, успели быть, тюмкин. Ну татары же называли эти, китайцы называли татары, потому что они были... Татары сами себя татарой называли, вот поэтому и называют их до сих пор, а китайцы называли татарой. Китайцы вообще... Проворождующие племена, потому что они были татарами, это что это? Это вы просто говорите, знание, которое вы получили сейчас, китайцы называли, потому что они были плохими. Там написано так, конечно, татар, почему татары, потому что они были плохими, китайцы так называли. Это вам, ну как бы, мы жили там. А татары, татар вообще-то, я думаю на временем, не знаю, правда или нет, это слово татар. Вот тоже говорили, независимо от меня пришли к этому мнению, татар. Татар, который держит. Держит, держит. В заж clothes, кто держит этот ужас, кто этот травер держит? Без народа вышел, да, да. Тукуншка святого цвета, да? Вот точно ничего, нормально. Вот татар. Вот племя, там все это пошло, они объединялись. Это народом они уже из древней, народом они являются. Тюркское название, они, может, сами тоже, им понравилось, вот народ возник когда-то из древней. А есть, с точки зрения Абульгази, есть такое происхождение народа. У Ясифа сына Ноя, пошли сыновья тюрок, у тюрка был сын татар, от татара пошли вот эти вот. Мне просто хочется понять, если финноугоры, да, финноугоры, западники, а те тюрки... Нет, такого нету, вот хотят вот так сказать. Эти, говорят, у финноугоры, допустим, Мишари, да, которые в Мещере живут, вот я из Мещеры вообще-то сам родом, но как получилось? Мещере это территориально где? Да, территориально. Это Деживеросский район, Тимниковский район. Ну, средний, по-моему, человек. Да, Мордовия, да. Да, оттуда перешли мои предки в Башкирию, а до того, как в Башкирию перешли, оттуда перешли. В 14-15 век набоятся Ногайской арбой в эту же самую Мещеру, то есть татары жили везде, они везде переходили туда-сюда, они своей землей считали, все эти земли, понимаете? Первая Тюркская империя была, это Хана Кубрата, 680 век нашей арбии. Надо понять, да, вся территория была... То есть антропологическая разница, чем объясняется? Антропологическая разница, чем у нас есть. Антропологическая разница у всех есть, да, у всех есть, все люди разные. Ну, татары, наверное, самые колоссальные. Ну, и у русских тоже самые колоссальные. Допустим, с кем объясняется, что, допустим, вот монголоидная примесь, да, она объясняет, оказывается, по женской линии, я вот где-то читал, да, известный факт здесь, по женской линии. А монголоиды брали не из степи, я думаю, они из лесовых одних. А брали монголоидах, женщин брали, наши деды. А наши были в основном европейского типа, и светлые волосы были. Ну, не такие, не совсем белые, а, допустим, по сравнению с черными азиатами, например, они светлые. Ну, опять же, да, сейчас вопрос, допустим, вот татары, которые отмечают, они больше такие светловолосые, да, скажем так, нежели… Какие есть. Ну, всякие есть. Вообще черные, вон, вон, вон. Ну, в большинстве случаев, да. Извините, вы очень много так дали в Решеночку. Нет, блин, мешается же народ, берут женщин, там, девчонок берут, и эти тоже, так мешается. Вот этот, Потоцкий же пишет, я приводил, здесь приводил тоже. И там на сайте у нас там есть, ребята поставили, вот прямо из книги, если бы это с вами не было. Татары… Простите. Сайт какой? Сайт вот здесь написано. Так, я вот сайт, да. Ребята, вот книжки. Мои же прямо здесь написали. Пока на Татарии играйся, поднимались. То есть, вот такой, не ахти такой, как бы сказать, безукрашенный сайт. Ну, пока ребята сделали, вот, движение такое. Пока будут средства, мы, в общем, будем проходить. Пишите мне ваш ответ, скажите, я делаю рецензию. Ахмед Сатар, раскрываешь? Да, да. Мой адрес, как бы. Ильярне, это, кстати, ларокы. Ну, выкираем это. Крикадем назад. Да, да, да. Да, да, да. Да, да, да. Ильярне, домашние, я закрываю? Да, домашние. Весь, я закрываю почтовку. Настоящая почтовка. Да, встанье. Ильярне. Рецензию, она уже нехтамная. Ага. Я понимаю. По интернету лучше. Адрес дам. Ага. Пахель. Собачка. Рамка. Точка. Ну, и мобилика. Ага. Ну. Ага. Ну, и мобилика. Ага. Ну, и мобилика. В общем, кемеревцы тогда замечательные. Я хочу просто совет с вами, потому что я был виноват в церкви. Значит, она идет везде варвары. Люди живут на своей земле, пишут варвары. То есть западный источник своего ничего не было. Да, не говори кошмар. Вот так они делают историю. Вот так они делают? Да. А кто морально зло, ему говорят, стоила история, они диктуют волю, они уже тебе будут волю диктовать. Да, но все это можно. Пиджак, ты переводишь. Мой пиджак, мой. Куда, зачем? Мой пиджак, лобачик, рамбель, рамбель, дочка. О, да, я вошел. Еще вы обратите ли всех потом, да? Мне нужно будет видео в понедельник. Можете мне отправить? Будет сложно. Вы ко мне зайдете и возьмете там сами. Где? Не перекрывай, не перекрывай. Там мы смотрим в интернете. Эфири? Да, я разводила меня. Не рекомендую то, я скажу про беру. Ты лично? Я не хотел. Спасибо. 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 Вот она появилась то. Хе-хе. Халилова. Давай песни пой. Продолжение следует... 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДimaTorzok 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 ДimaTorzok